Здравствуйте, друзья! Пока все празднуют заслуженную победу спотового биткоин-ETF-анат СЕК, главный вопрос, который следует задать – каковы первые результаты? Хорошие, плохие или же гораздо больше, чем можно было себе представить? Что ж, результаты просто умопомрачительные. Они обещают, что влияние на цену биткоина от ETF на долгосрочной дистанции будет значительным. Поэтому ставь лайк, подписывайся на канал и давай начнем. Итак, объем торгов с потовыми биткоин-ETF-ами в день открытия составил 4,6 миллиарда долларов. И это крупнейший по этому показателю день открытия ETF в истории биржевых продуктов. Например, когда открылись торги с потовым золотым ETF-ом, первый день достиг 1,6 миллиарда долларов, что на тот момент было рекордом, и с тех пор этот рекорд не был побит ни разу. Спотовый биткоин-ETF побил его. И мы знаем, как отреагировала цена золота на этот золотой ETF, когда он появился в начале 2000-х. Да, на приближенном графике мы видели коррекцию на 50%, но посмотри на глобальную картину. Эта коррекция на глобальном графике едва видна вот здесь. Но затем, на протяжении 8 лет золото выросло практически до 2000 долларов. До ETF цена составляла около 350. Но биткоин находится в более выгодной позиции на фоне золота. Мы знаем, что золото не ограничено так же, как биткоин. И это только одна из миллиона причин. Также, что интересно, спотовые биткоины ETF проводят расчеты ежедневно после закрытия торгов в 16.00 по восточному времени, используя среднедневные цены. ETF полагаются на сторонние фирмы, которые занимаются тем, что отслеживают цену биткоина на глобальных биржах. И теперь самое интересное. ETF будут покупать биткоин на внебиржевых площадках с 4 до 5 вечера по восточному времени для ребалансировки. Это очень важно. И я уверен, что многие об этом не знали. Что это значит? Это значит, что Уолл-Стрит случайно или нет, но подарила нам сильный инструмент. Теперь у нас есть ежедневный индикатор ETF, с помощью которого мы можем отслеживать притоки денег в биткоин ETF. Таким образом, мы сможем понимать, что примерно произойдет с криптовалютой после 16.00 каждого торгового дня. Масштабные объемы покупок ETF равно объемы покупки криптовалюты в 16.00 по восточному времени. Мне также показалась интересной эта вещь, о которой говорит British Holds. Эрик сказал, что объем в 500 миллионов долларов привел к увеличению рыночной капитализации биткоина на 48 миллиардов долларов. Это означает, что текущий эффект мультипликатора составляет 1 к 96. 1 доллар вызывает увеличение рыночной капитализации биткоина примерно на 96 долларов. Это выше, чем многие ожидали. И опять же, это только первый день торгов. Большинство людей ожидали большое падение цены биткоина в первый же день. Вместо этого биткоин достиг 49 тысяч долларов, уровня которого мы не видели 52 недели. И затем, конечно же, цена снизилась, но на самом деле просто оказалась на том же месте, с которого и начинала. В конечном итоге, как я уже говорил, несколько месяцев, несколько недель, несколько дней не играют никакого значения. ETF это очень долгосрочная вещь. Да, это не первый спотовый биткоин ETF. Вот так, например, выглядел график цены после одобрения первого спотового биткоина ETF в Канаде в 2021. Мы увидели финальный памп перед большим проливом вниз. Но лично меня не волнует грядущая волатильность цены. ETF сделает биткоин официальным законным активом в США. Гарри Генслеру пришлось это признать с большим трудом. Не зря же он добавил в заявление о принятии ETF заметку, что это не значит, что он одобряет биткоин. Но теперь учреждения и инвесторы в США смогут легально открывать позицию в биткоине, поскольку он стал полностью регулируемым в США. Поэтому не стоит недооценивать это событие на длинной дистанции, даже если поведение цены после одобрения успеет разочаровать. Калиб Франзен пишет о том, с чем я абсолютно согласен. Медведи пытаются надавить на людей с аргументом, что биткоин упал с 49 до 46 тысяч долларов и все очень плохо. Для меня такое падение не выглядит медвежьим. Медведи указывают на таких брокеров, как Vanguard, которые отказались предлагать спотовый биткоин ETF своим клиентам. Якобы биткоин не соответствует их философии. У меня вопрос о микростратегии. Соответствует? Vanguard не только является крупнейшим держателем акции MicroStrategy, но и владеет акциями компаний, которые майнят биткоин. А в прошлом Vanguard позволил своим клиентам покупать акции биткоина Grayscale Trust, который теперь преобразован в спотовый биткоин ETF. Что-то в их философии не складывается, не так ли? Мэрил Линч, которым владеет Bank of America, также не позволяет своим клиентам покупать спотовые биткоин ETF. И что же мы видим после таких заявлений? А мы видим, что их клиенты просто уходят из Vanguard, уходят из Мэрил Линча, выводят свои пенсионные вложения оттуда и идут к брокерам, которые предлагают спотовые биткоины ETF, например, Fidelity. Покажи это другим финансовым учреждениям. Они больше не в состоянии говорить, кому и во что инвестировать. Комиссия по ценным бумагам и биржам США лишила их этого права 24 часа назад, одобрив спотовый биткоин ETF. Мы увидим поток людей из этих вангардов в Fidelity. Деньги любят те места, где их приветствуют. Тем не менее, медведи спекулируют этими аргументами. Но вот что на самом деле случилось вчера. ФРС бьет по биткоину после достижения 49 тысяч долларов из-за открытия торговли спотовыми ETF. Инфляция в США выросла в декабре до 3,4%. Это 33-й месяц подряд, когда инфляция превышает 3%. И это первый скачок инфляции с сентября 2023-го. Базовый индекс потребительских цен остается примерно в два раза выше долгосрочной цели ФРС в 2%. При этом общая инфляция подскочила больше, чем ожидалось. Рынок разочарован в своих ожиданиях и, похоже, мартовского снижения ставки не будет. Чиновник ФРС США сделал несколько заявлений, которые повлияли на цену биткоина. В этом году мы не добьемся целевого уровня инфляции в 2%. Снижать ставку в марте, похоже, слишком рано. Смягчение политики ФРС не неизбежно. И мы еще не снижаем ставки. И хотим убедиться, что экономика развивается, как ожидалось. Интересно, что все это произошло спустя ровно час после открытия торгов с потовыми биткоин-ИТФами. И цена биткоина начала падать сразу же во время выступления чиновников ФРС США, которое пришлось на тот момент, когда цена биткоина достигла 49 тысяч долларов, уровня которого мы не видели с 2021 года. Да, на краткой и среднесрочной дистанции мы можем испытывать большие падения и коррекции. Например, аналитическая компания Матрик Спорт поделилась своей аналитикой, в которой она говорит, что биткоин обычно переживал коррекцию ближе к марту, в годы халвинга, что очень важно. То есть раз в 4 года. На этом графике мы видим среднюю доходность биткоина в годы халвинга, в 2012, 2016 и 2020 годах. В январе она составляет 17%. 31 декабря биткоин стоил 42 265 долларов. Исходя из трех прошлых халвинг циклов, цель биткоина на январь 2024 должна доходить до 50 тысяч долларов плюс-минус. Затем мы видим, что средняя доходность биткоина в марте составляет минус 14%. Если биткоин на этот момент будет стоить 50 тысяч долларов, то падение на 14% приведет его к цене 36 350 долларов. Здесь нужно подчеркнуть, что 14% нужно будет отнимать от актуальной на тот момент цены биткоина. Но далее в августе, как ты видишь, доходность составляет 85% и наконец в конце года 192%. Это означает, что если эта коррекция в марте на 14% произойдет, это будет последним шансом. И после этого навряд ли мы увидим такие цены когда-либо еще. Но теперь давай поговорим о супер длинной перспективе, которая тянется на десятки лет вперед. Держу пари, ты не видел этого графика. Сверху мы видим трехмесячный график цены биткоина, а снизу красная диаграмма денежной массы. И мы видим, что она сейчас на развороте. Что денежная масса находится на пороге преодоления нулевого уровня. И изменение тренда на растущий, когда она позеленеет. Когда это случится, биткоин перейдет в режим суперралли. Ведь любой актив, особенно рисковый, обожает денежную массу и ликвидность. Вот она перспектива, которая лишает меня всяких переживаний. Насчет краткосрочных падений даже на 50%. Я рассматриваю эти падения не как причину испугаться, а как возможность купить еще. Я не удивлюсь, что принятие спотовых биткоин ETF приведет к тому, что в них начнут инвестировать даже пенсионные фонды. Пусть не сегодня, пусть через год или даже два. Но они начнут это делать. Эдвард Сноуден предсказывает, что биткоин станет опорой для пенсий. Но Кэти Вуд из Аркинвест не предсказывает, она действует. Аркинвест ведет переговоры с пенсионными фондами и казначеями штатов об инвестировании в биткоины ETF. Общая сумма крупнейших пенсионных фондов составляет 23,6 триллиона долларов. Что же будет, если каждый пенсионный счет вложит 5000 долларов, 10 тысяч долларов или даже 15 тысяч долларов? Я показывал результаты в этом видео две недели назад. Оставлю ссылку в описании, обязательно посмотри его, это интересно. Кэти Вуд впервые поделилась тем, какой процент состояния она вложила в биткоин. По оценкам Кэти, без учета Аркинвест и недвижимости, биткоин составляет не менее 25% ее собственного капитала. Ставь лайк, если ты круче, Кэти. И твоя аллокация в биткоин намного больше. Можете ли вы сказать, каков ваш чистый капитал или сколько биткоинов и криптовалюты вы имеете? Практически весь свой капитал я инвестировала в инновации. Моя степень уверенности в глубине наших исследований дает мне смелость, чтобы быть более агрессивной в этой сфере. Либо в наших частных фондах, либо в криптовалютах, в первую очередь в биткоине. И если не учитывать компанию Аркинвест и недвижимость, которой я владею, я вложила как минимум 25% в биткоин. Твиттер, или как его теперь называют Икс, но я буду продолжать называть его Твиттером, получил лицензию на осуществление денежных переводов в 10 штатах США. Аризона, Джорджия, Айова, Мэриленд, Мичиган, Миссисипи и так далее. Это происходит в рамках подготовки к запуску P2P платежной системы прямо в приложении Твиттера. Эту платежку они планируют запустить в 2024 году. Почему это интересно для нас? Потому что вчера Илон Маск присутствовал на стриме вместе с Кэти Вуд и другими. Разговаривая с Кэти о принятии биткоин-ИТФа, Илон сказал, что он открыт для использования биткоина в Твиттере, для инфраструктуры этой платежной системы. Однако он также добавил, что думает об этом пока что мало. Тем не менее, это невероятное заявление. Если эта платежная система Твиттера будет работать через биткоин, это будет очень круто. Биткоин как часть инфраструктуры. Да, я открыт для идеи использования биткоина. То есть, как я уже сказал, это все разные вещи, но пока что я думаю о биткоине мало. А что же насчет Доги Коина? На этом же стриме Илон сказал, что он все еще владеет кучей Доги Коинов, а его компания SpaceX инвестировала в кучу биткоинов. На этом все, меня зовут Богатейший Ди. Надеюсь, видео было интересным или полезным. Если это так, не забудь поставить лайк. Это помогает каналу развиваться, а мне помогает находить мотивацию для создания нового контента. Большое спасибо. И увидимся с тобой в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok